Добрый вечер! Добрый вечер! Азатур Лубекович, начнем с самого главного. Я думаю, этот вопрос волнует многих. Куда исчез ваш коллега по партии Аманжан Раскали? Как он объяснил мне после отстроения от должности его брата Бергея Раскали, с должности Акима от Раубской области, возникла там известная всем ситуация, связанная с некими заявлениями общественности, депутатов от областного Маслихата. И это вызвало, скажем так, несколько нездоровый ажиотаж. И в ходе вот этого большого резонанса, общественно, который получился, негативного причем резонанса, почему-то, значит, и имя Аманжана также стало затрагиваться, причем даже, наверное, в большей степени, чем имя его брата. Поэтому он чисто по этическим соображениям, по моральным соображениям, ну, взял, скажем так, сначала паузу, то есть избегал общения с прессой. Ну, поскольку мы живем в цивилизованном обществе, в правом государстве, и называть там в комментариях, в некоторых интернет-ресурсах, человека преступником без решения суда, без предъявления обвинений, на самом деле, никаких официальных... Тем более, что к нему обвинений никаких не было. Тензии вроде бы и нет, да, но, тем не менее, вот эти вещи прозвучали, и он как, на мой взгляд, ну, достойно себя повел, то есть он, во-первых, сообщил мне, он приезжал сюда, в основном встречался с нашими депутатами, значит, коллегами своими, вот, собирался, значит, приступить к исполнению обязанностей, и затем, значит, видимо, осмыслив, переосмыслив всю вот эту ситуацию, и чисто по-мужски с тем, чтобы, видимо, не затрагивать еще и репутацию партии в этой ситуации, написал заявление, обратился о том, что, значит, он свою вот деятельность в качестве депутата, вот фракция нашей партии, значит, он, ну, не то, что приостанавливает, приостанавливает, приостанавливает он не может, поскольку он выдвинутый был решением съезда, и только съезд может его либо прекратить, либо остановить. Вы выступали от его имени, и сказали, что вроде как все нормально, да, то есть вы его защищали же. Ну, не то, что я выступал от этого имени, я, значит, после того, как я с ним пообщался, мы распрострелили пресс-релиз, где были изложены его мотивы, и почему он, значит, не стал общаться, поскольку ему, он живой человек, и ему, его близким, и неприятным вот эта вся, скажем так... Вся ситуация, да? Вся ситуация, и вот особенно ее, скажем так, нагитание без наличия, собственно, официальных позиций, официальных органов. Азатур Лубегович, смотрите, человек же знал, на что идет, то есть он шел работать с депутатом Мажелиса. Мне кажется, человек, когда идет работать в парламент, он априори должен быть готов ко всему, к критике, к негативу, к тому, что общественность будет спрашивать. Это же нормально? Это абсолютно нормально. Но мы давайте при этом все-таки не забывать, что критикуя или предъявляя какие-то требования к человеку, мы должны все-таки действовать в рамках закона. А официальных, каких-то, значит, обвинений, официальных претензий в его адрес не было. Были претензии к его брату. Но я считаю, что здесь наш коллега поступил по-мужски, он направил заявление, он счет для себя, вот именно, понимаете, получается так, что вот те вещи, которые высказываются в его адрес, они рикошетом били и по нам, это надо признать, вот, и он здесь, значит, сделал такой поступок, что решил в этой связи, значит, скажем так, взять тайм-аут, да. А как вы считаете, в целом, даже если не говорить об этой ситуации, человек должен отвечать за своих близких? Потому что, как правило, у нас получается так, что кто-то что-то совершает, это бурно обсуждается, потом начинают затрагивать, кто его брат, кто его сестра, кто его родители, и в итоге все вплетаются, вплоть до друзей, знакомых, соседей. Как вы думаете, это правильно или нет? Ну, безусловно, вы понимаете, если говорить про чисто правовую сторону, каждый отвечает, прежде всего, за свои поступки и за свои действия. И это не просто, значит, на мое там умозаключение, это требует Конституции, никто не может быть признан виновным, иначе как по решению суда. Суд, вы знаете, что может признать человека только при наличии его лично доказанной вины. Поэтому, скажем так, проецировать чьи-то ошибки или чьи-то недоработки на другого человека, наверное, неправильно. Но мы живем в такой стране, где очень сильно все-таки у нас развита и степень связей в обществе. Есть заметное выражение и Антуана Сент-Экзюпери, мы в ответе за тех, кого приручили, за тех, кого любим, имеется в виду. Поэтому, конечно, если люди нам доверили свои судьбы, и люди доверили нам, значит, быть с нами вместе, наверное, мы моральную ответственность за тех, кого любим, кого ценим и несем. Ну, как вы думаете, вся эта ситуация повлияла на имидж вашей партии? Да, наверное, эта вся история, она ударила по имиджу партии, она, наверное, для нас, ну, скажем так, просто, ну, даже посмотрите в интернете, как только сейчас нас не получат. С другой стороны, то, как партия себя повела, то, как повел себя, значит, наш депутатский корпус, и как повела себя, значит, руководство партии, я думаю, что нам, когда вот эта вся нервозность спадет, когда весь вот этот сиюминутный вот этот всплеск спадет, наоборот, нам даст очки, потому что пока покажет, что в партиях жил и депутаты нормальные мужики, и сама партия, фракция принимает решения взвешенные, а не просто от того, что вы, как этот, помните, в фильм, там, бриллиант ворока, шеф, все пропало, значит, все такое, ничего подобного. Ну, критики до сих пор много говорят, что эта партия стала партией бизнесменов, а национальная интеллигенция, которая раньше была в составе и делала многие важные большие вещи, она немножечко встала в сторону. Я, значит, могу вам сказать, что не критикуют тех, кто ничего не делает. Проблем нет у покойника. Люди делятся на тех, кто делает, и тех, кто критикует. Я предпочитаю делать. Если меня за это критикуют, пусть критикуют, но впервые за 10 лет партия прошла в парламент, причем системно, не один человек, а 8 человек. Она стала парламентской партией, она озвучивает в парламенте те позиции, которые не озвучивала до сих пор ни одна другая партия. Да, у нас представлены предприниматели, широко представлены, и это нормально. Как раз таки опора на малосреди бизнес, это защита партии от, скажем так, тенденции олигархизации. Потому что как только партия будет работать только на одного, там, шибко богатого человека, фактически на нет сводится ее представленность или работа ее в интересах всего общества. Кто такие предприниматели? Малосредиумы, кто такие? Это не олигархи, которые живут в Лондоне. Это нормальные люди, которые ходят среди нас, живут в тех же городах и селах, ходят по тем же улицам, их дети ходят в те же школы. Это люди, которые живут с нами теми же проблемами. Другое дело, что они ничего ни у кого не просят, они сами работают, создают рабочие места для других, дают работу другим, и этим они отличаются. Так в чем их вина? Никакой вины их нет. Я думаю, что это как раз люди самостоятельные, которых невозможно, скажем, зажать по бюджету, потому что они с бюджета не финансируются. И их невозможно купить, потому что они сами себя обеспечивают. Но в вашей партии только крупные предприниматели? Нет, еще раз повторяюсь, как раз таки в партии Акжол сегодня опору на малый среди бизнес. И более того, я вам скажу, что на съезде партии в 2003 году, кстати говоря, один из сопредседателей, Бола Атабилов, в своем выступлении заявил, цитирую, надо прямо заявить, что партия Акжол – это партия малого и среднего бизнеса. Так вот, сегодня это факт. Конечно, у нас есть и представители творческой интеллигенции, и широко представленная и национальная интеллигенция. Но это группа наших коллег. Но они есть на скамейке запасных сейчас? Да, обязательно. Я об этом только что сказал, что если у нас вопросы повестки дня смынятся, всегда в запасе есть люди, которые смогут поднять вопросы духовности, вопросы культуры, вопросы социального развития и так далее. Скажите, а вот те 8 мест, которые вы получили, то есть люди, которые пришли с вами в парламент, это люди, которые пришли с вами в партию, или это же старые Акжоловцы? Есть и старые Акжоловцы, есть и те, кто пришел с вами в партию. Скажите, вот прям количественно, да, то есть сколько человек, которые пришли с вами, то есть новые Акжоловцы? Так, 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 Никитинская Екатерина Сергеевна пришла со мной. Те, кто прошел в парламент. Да, 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 я про них и говорю. Мируерт Казбеков, нет. Она как раз в первых дней в Ахжоне. Садьяд Сарсенов, он, скажем так, он пришел со мной, так же, как и Азамат Абельдаев и Алмаз Туртаев. Но вы знаете, тут есть один момент очень важный. Когда я говорю, что люди пришли со мной, речь идет о том, что они пришли из Атамикена, из числа предпринимателей. Но Атамикен это не политическая организация. И я не знаю, в какой партии они были до того. Но и до меня в Ахжоне присутствовало и предпринимательство, и экономическая составляющая, возьмите того же, скажем, у Роза Жандосова. Нет, а что плохого? Мне наоборот, мне кажется, что если у нас будет отдельно партия бизнесменов, это же наоборот здорово. Я бы вот здесь несколько так жестко не заявлял, потому что когда мы говорим не то же партию, а про партию бизнеса, есть риски. Есть риски олигархизации политики, когда люди начинают проталкивать свои вопросы вопреки требованиям всей страны в целом, вопреки требованиям общества в целом. Поэтому упор надо делать не на... Но тем не менее, вас ассоциируют, то есть партию Ахжол сейчас ассоциируют, как Оксана сказала, то есть что в партии Ахжол в основном предприниматели и бизнесмены. Так вот, какие предприниматели и какие бизнесмены? Я повторюсь. Конечно, есть и олигархи, есть и крупный, и малый, и средний бизнес. У нас в партии нет олигархов. Нет, ни одного олигарха? Ни одного олигарха в партии. Азат Рузбекович. Назовите. Разве вы не олигарх? Нет. Я не олигарх. Я нормально. Точно не олигарх? Нет, точно. У нас представлены малые ребята из малого среднего бизнеса. Есть крупный бизнес, да, но крупный бизнес это не олигархический. Вообще, у нас в стране нет олигархов, я одно вещь вам скажу. Как это нет, олигархи? Да что вы говорите? Хорошо, читайте, давайте рассуждать, если мы применяем термины. Вы видели журнал «Форбс»? Сейчас, сейчас, сейчас. Давайте исходить из… В журнал «Форбс» показывает успешных бизнесменов и наиболее богатых людей. Но что такое олигархия по терминологии? Мы же рассуждаем эти термины. Олигархия – это не просто богатые люди. Это богатые люди, которые оказывают влияние на государственные решения. Подназовите меня хоть одного человека, богатого, кто оказывает влияние на государственные решения. А министр экологии сейчас не богатый человек? Они не оказывают влияние на принятие… Как человек занимается, у него под его руководством целое министерство? Это очень богатый человек. Государственную политику в нашей стране определяет один человек, это президент Назарбаев. То есть у нас нет олигарха в стране, вы считаете? У нас олигарха в том понимании, в котором она используется в политологической литературе, нет. Хорошо, мы тогда по-другому зададим вопрос. В вашей партии есть очень богатые люди? С какой отметки начинаем? С какой отметки начнем? Давайте с миллиарда. Давайте не будем устраивать аукцион. Я думаю, что это спор не по существу, а спор по… даже если они есть, их единицы. Масса. А что плохого? Почему вы говорите нет, нет, нет? Что плохого? Потому что я же знаю, что их нет. Я бы призывала, чтобы в вашу партию стремились попасть все бизнесмены. В нашей партии бизнесменов много, и это бизнесмены достаточно состоятельные. Но они сначала состоятельные, я понимаю, и по материальному положению, но это не главное. Главное, когда человек состоялся как личность. Это гораздо важнее. Когда человек самодостаточный, когда человек уверен в себе, когда человек берет на себя ответственность за своих близких, за свою страну. Вот это, я считаю, как раз-таки более важным признаком для того, чтобы быть членом партии. А вы не боялись того, что некоторые бизнесмены, которые стремились попасть в Ахжол, стремились попасть в партийный список, стремились туда из-за корыстных целей? Я вам одну вещь скажу. Чтобы лоббировать какие-то свои интересы. Очень часто мы слышим о том, что депутаты стремятся для того, чтобы создать крышу некую для своего бизнеса, чтобы его поддерживать. Не смешите мои тапочки, как говорят… Я не смешу ваши тапочки пока еще. В нашем парламенте невозможно лоббировать свои интересы лично-частные. Потому что наш парламент практически не влияет на принятие государственных решений. Фактически парламент наш работает с законопроектом, который разрабатывается правительством. И все, что может сделать парламент, внести некоторые поправки в этот законопроект. Но эти поправки могут быть очень существенны. Они могут быть существенны только в тех рамках, в которых это предусмотрено концепцией правительства. Если они выходят за рамки концепции, правительство их просто отклоняет, и они не принимаются. Вот это проблема, с которой надо бороться. Почему вы не говорите об этом каждый день в парламенте? Для чего вы там тогда собираетесь, если вам приносят готовый законопроект, говорят, утвердите его, и мы пойдем дальше? Надо различать роль парламента и телевидения. Телевидение, средства массовой информации, это четвертая власть в власти по факту. В парламенте мы работаем. Если говорить, почему мы об этом не говорим, об этом не надо просто рассуждать. Просто сотрясать воздух с тем, чтобы это... Ну вот вчера у нас приходил, например, министр сельскохозяйства отчитывался на председательном часе, день рождения у него было. И вот там мы все высказали ему много неприятных вещей. Даже было несколько, три депутата призывали его подать в отставку. Он не подал и пошел дальше спокойно. Отпечать день рождения. Да, но не то, что не отпечать. Я с уважением отношусь к Аслжанову Мампекову. Но просто это однаглядно показывает то, что даже весь депутатский корпус возмущен, а министр хоть бы хны. И это показывает силу и уверенность министра и невозможность со стороны депутатов каким-то образом... Но вы же можете выразить в этом недоверие? Вот этот момент, который относится к регламенту Можлица парламента. Что мы можем и как мы можем? Какие процедуры? Как раз таки для того, чтобы не просто кричать, не просто сотрясать воздух и не просто там изображать клоунаду, а реально влиять на принятие решений, партия Аслжова подготовила пакет предложений по изменению регламента Можлица парламента с тем, чтобы я уже вам сказал, реализовать большую инициативу депутатскую, ограничить или, скажем так, поставить под контроль те законопроекты, которые вносятся правительствам, вплоть до отказа в приеме в работу таких законопроектов. Мы предлагаем четко прописать функции парламентской оппозиции. Мы предлагаем преусмотреть возможность освещения в соцсетях массовой информации, равного освещения депутатских фракций, которые сегодня существуют в парламенте, потому что мы, к сожалению, видим, что сегодня доминирует в освещении в СМИ одна партия. А как вы это сделаете? Вы будете заставлять журналистов писать право в журналисты? Нет, я вам скажу одну вещь. Вы знаете, что, скажем, в рамках утверждения бюджета закладывается государственный заказ на освещение... Парламентской работы, да? Ну, в том числе парламентской и правительской в том числе. Так вот, если этот бюджет не направлялся бы только в распоряжение правительства, а какая-то часть его выделялась бы на парламентские фракции, я вас уверяю, эти деньги были бы направлены на создание партийной прессы, на поддержку партийных газет, в конце концов, на заказ тот же партий для тех же газет, которые сегодня формируются. Я вам, Азатур Рубекович, как журналист, могу сказать, для того, чтобы о вашей партии писали, не обязательно в бюджет закладывать какие-то деньги. Вы можете совершать хорошие, плохие, любые поступки, и если на них будет реакция, о вас всегда будут говорить и писать. Динар, само собой, я могу сказать, что в Казахстане, когда я сказал, что СМИ – это четвертая власть, по факту у нас пресса реально влияет, в том числе и на принятие политических решений. Динар, конечно, но в какой-то степени, может быть, мы и влияем. Динар, вы реально влияете, и это в том числе достижение нашей независимости. Я не могу сказать, что у нас прямо все СМИ ходят по струнке, и что у нас, значит, все они занимаются восхвалением только одной партии. Это неправда. Но у каждого журналиста есть самоцензура. Человек, даже если захочет что-то очень радикально, очень радикально что-то написать, он боится. Я рад, что я вас на эту тему сейчас провоцировал. Мы об этом поговорим. Так вот, в период выборов для нас было просто замечательно. Просто когда сидели, все СМИ, в том числе и Хабар, и Астанативи, сидели и отслеживали, сколько, на какую партию было нарезано времени. И нам звонили, у вас тут не хватает, вам надо бы еще что-то покажать, сюжет какой-то сделать. Мы делали сюжеты, в смысле, там, приглашаем. У нас мероприятий проводится, на самом деле, достаточно много. Работа идет. И я не могу пожаловаться на отсутствие интереса к журналистам. Кстати говоря, вот ситуация с депутатом Руссхоли тоже... Это тоже вид пиара. Вы же понимаете, что это... Правда, это пиар положительный и отрицательный, вопрос отдельный. Но мы, какие есть, такие и есть. Нельзя быть только белым и пушистым. Жизнь, она намного более сложная, чем иногда нам кажется. Азатур Лубикович, это касательно инициатив. Насколько нам известно, вы разработали, партия Ажол разработала законопроект о расширении сфер применения гос. Расскажите, пожалуйста. Скажем, первое, это то, чтобы иностранные инвесторы, которые работают в Казахстане, при обвлении тендеров ввели финансовую и техническую документацию на государственном языке Республики Казахстан. Это опыт норвежский. У нас получается так, что они, во-первых, ведут документацию только на английском языке, в лучшем случае на русском. При этом тендеры иногда проводятся в Лондоне, в Дубае, еще где-нибудь. В итоге эти тендеры поголовно выигрывают иностранные поставщики. Наши собственные сервисные компании, которые работают в Казахстане, не могут пробиться на эти тендеры. Почему? Мы считаем, что необходимо иностранных инвесторов здесь призывать к уважению к нашему государству, в том числе к государственному языку. Странно, что мы только сейчас об этом еще узнали. Ничего плохого я не вижу в этом требовании. И повторюсь, еще раз, это опыт Норвегии. Второй момент, о котором мы говорили. В тех случаях, когда на предприятиях или в трудовых коллективах руководцы предприятия принимают решение открыть курсы для желающих изучать казахский язык, а ведь это на самом деле на сущий проблема. Это касается, кстати, не только русскоязычных, в смысле не только казахов, но и казахов самих тоже. Те, кто окончили школу на русском языке, например, какие. И к нам обращались неоднократные люди, говорили, вот мы уже, скажем, нам по 30-40 лет, уже наши дети ходят в казахский садик и поют казахские песни, а мы не знаем. Для нас какие-то курсы в воскресе откройте. Если идет на это работодатель, почему бы не вести, субсидируя этих расходов? Они небольшие. Нанять учителя, нанять, скажем, репетитора. Это за счет государства, да? Субсидии. Сделать ее 10-20. Это показать добрую волю государства, что она поддерживает такое стремление. Я в любом случае, если это делаю, мы, кстати говоря, в партиях жил уже отобрали методику, и начнем открывать такие курсы при наших филиалах во всех областях. Если государство будет 10-20% от этих расходов помогать, это не столько финансово русское, сколько жест доброй воли, что мы поддерживаем людей, которые хотят тратить деньги на продвижение государственного языка. А вы сами говорите на казахском? Следующий. Я говорю, конечно, как человек, который окончил русскую школу. Но учите сейчас? Стараюсь. Мне кажется, сколько раз в неделю вы учите казахский язык? Вы понимаете, для меня учеба казахского языка – это не студирование. Это общение, наверное, каким образом вы учите? Я общаюсь, я читаю, я общаюсь. Не могу пока похвастаться большими достижениями. Даете интервью на казахском языке? Да, конечно. Не всегда, конечно, хорона на ужином уровне, но это необходимый, я думаю, что как раз-таки наиболее эффективный стимул для учения. Еще один вопрос, который мы предлагали в этом законопроекте – ввести для людей, которые пытаются получить гражданство Казахстана, обязательный экзамен на знание истории, культуры, конституции и государственного языка. Недавно только в прошлом году были скандалы, когда прибывшие в нашу страну лица, получившие статус уралмана, вдруг выяснилось, что они не казахи. Кто-то там китайцы оказались, кто-то там афганцы оказались. Если бы был критерий в виде экзамена на государственный язык, эти люди просто не пришли бы. А завтра, Лубик, причем здесь китайцы и другие, когда наши не могут пройти этот экзамен? Александр, я закончу. Позвольте, я закончу. Следующий очень важный момент. Люди, которые приезжают и ищут нашего гражданства, Казахстан сегодня стал, благодаря годам независимости, он стал привлекательной страной. Многие люди хотят приехать и жить сюда, в том числе и в наших соседних государствах. Так вот, приезжая сюда, они не должны с собой приносить свои какие-то там правила. Они должны уважать наши традиции, нашу культуру и наши законы, нашу конституцию. Азатур Лубикович, я хочу вернуться к вашей партии. Вот интересно, каким образом она вам досталась? В партиях жёл. Дарственную вам сделали. Дарственную мне никто не делал. Вы её купили, может быть? Вы знаете, мне самое интересное, один человек, который везде заявлял, что как так партию купили, когда это происходило, а потом вдруг выяснилось, что он сам, оказывается, купил партию, и его потом у него эту партию отобрали. И он сам потом в прессе везде заявлял, как так, я заплатил столько денег, а у меня из этой партии кинули. Человек, который возмущался, что я купил партию. Так что на воре шапка горит. Ну, каким образом вам досталась ваша партия? Это, наверное, некрасиво было с моей стороны. Но, вы знаете, я ведь пришёл в Нур-Атан из гражданской партии, если вы знаете. Конечно, знаю. Это была партия, которая как раз-таки за ней работала, в том числе по поддержке сферы реальной секции экономики, индустрии, предпринимательства, промышленности. И в составе партии Нур-Атан на съезде, когда гражданская партия принимала решение о вхождении в состав Нур-Атана, была нами, мы надеялись, что будет создано большое индустриальное крыло в деятельности Нур-Атана. В дальнейшем, работая в этой партии, получалось так, что иногда мои выступления и мои взгляды, ну, скажем так, получался определенный диссонанс. В какой части? Мне кажется, что всё-таки Нур-Атан, как партия такая всенародная, как партия такая общенациональная, она всё-таки идёт глобальными категориями, идёт глобальными понятиями. Для человека, который ходит ногами по земле, который живёт каждодневным забётом, всё-таки ближе, наверное, его личные убеждения, и в том числе и семиминутные вопросы. Как это? Как это? Что толку от широты всего мира, если тебе собственные сапоги жмут? То есть вы, можно сказать, в Нур-Атане были таким латентным оппозиционером? Ну, я не был там латентным оппозиционером, я выходил в руководство этой партии. Я надеюсь, что я приносил некоторую свежую струю, но были некоторые моменты, которые меня двигали потихоньку вот к этому решению. Лучше нам скажите, каким образом вам партия досталась? Дело в том, что вот такие вещи, они не принимаются, это на бумаге всё легко. Человек к ним идёт постепенно. Аргументы... То есть вы сейчас нам объясняете, почему вы ушли из Нур-Атана? Есть некий кумулятивный эффект, который возникает от того, когда ты понимаешь, что глобальные вещи – это хорошо, общие такие народные ценности, взгляды – это хорошо, но есть ещё вещи, которые надо решать прямо сейчас, и есть люди, которые живут вот здесь и сейчас. То есть это каждодневное... Теперь, да. Теперь, как я пришёл, где-то, вот когда я к этому созрел, или даже так, я ещё созревал, ну, у меня нормальные отношения были и с Алиханом Хамедеевичем, и мы с ним неоднократно встречались, значит, между собой так вдвоём эти вещи обсуждали, и была такая, как бы, взаимное такое понимание, значит, и мы созрели к тому, что пришли к договорённости, что неплохо было бы мне... Подождите, это было до того, как ему предложили должность? До, гораздо до, где-то за год до того. Где-то мы пришли к пониманию того, что неплохо бы мне было прийти в партию Аржу. То есть вы дружили с Байменовым? Да, нормальные отношения. Не скажу прямо, дружил прямо. Я на тусовках с ним там не тусил где-то, но вот встречался, как люди, у которых, когда люди смотрят... Общее интересное. Да, общее направление взглядов. Общее направление. Значит, имело место быть, я к этому постепенно созревал. Но при этом, значит, вот так просто резко порвать и резко выйти, такой демар сделать, конечно, это тоже непросто. И для меня было достаточно, в том числе, в моральном плане, в личном плане не так легко. И вот произошло то, что... О чем говорите вы, когда господина Байменова пригласили на государственную службу. И он тут же вам позвонил? В этой связи, я не знаю, звонил он мне первым, вторым, десятым каким-то, но у нас остался на этом разговор, что необходимо определяться. И мы определились. То есть вам партия досталась бесплатно? В смысле бесплатно? Нет, ну все говорят о том, что якобы, возможно, вы партию купили. А вы сейчас говорите о том, что Альхан Байменов вам позвонил. Знаете, если исходить из наших, к сожалению, ставших повсеместно реалий, то когда покупают, тому, кто покупает, еще обычный откат делают, дайте тогда мне эти 20% с этой сделки в таком случае. Просто этот вопрос волновал многих. Понимаете, каким образом досталась вам партия Ахжол? По убеждениям. Вот смотрите, вы только что привели пример, когда Сергей Жан Мамбиталин купил партию, то ли купил, то ли не купил. Я этого не знаю, я там свечку не держал. Я тоже не держала свечку, но я знаю, что вопрос был. Понимаете, и суммы были очень большие. Ну какие очень большие там? Я не знаю, что там называлось. При этом, ну, это Сергей Жан заявлял, что я что-то там купил. Я этого про него говорить не могу. Я свечку не держал. Может, он где-то свечку держал, может, не там. Ну, это надо у него вопрос задавать. Хорошо, мы зададим ему вопрос. А завтра, Лубейкович, вы сказали, что с вашим приходом в партию пришли также более 30 тысяч новых людей. А были, есть количество людей, которые с вашим приходом решили уйти из партии? Да, конечно. Конечно. Это нормальный процесс. А почему они ушли? То есть они не приняли нового руководителя? Да, и такое тоже имело место быть. Есть люди, у которых было ко мне давнее. У меня же, понимаете, достаточно есть своя своеобразная история отношения с Ахжолом. Когда-то мы были оппонентами, когда я был в гражданской партии. Есть люди, которые, значит, посчитали, что для них это неприемлемо быть человеком, который критиковал их партию. Но это их право, я их уважаю. Еще один из коллег, например, который возглавлял один из филиалов, он заявил, что вот пришел Первашев, я ему задаю вопрос, как же так? А он говорит, я своих убеждений не меняю. Как дурак прямо он сказал, поэтому я хожу в партию. Но это его мнение. Если человек не меняет, если человек считает, что он сохранил свои убеждения, то он как бы дурак, но не знаю. Ну, может, я такой дурак. Хорошо. Ну, а сколько человек ушло? Большое количество? Я статистику не вел. Ну, вы знаете, вышли в основном несколько человек. Ну, это были такие, у меня несколько групп, я бы сказал. Скажем, в Карагандинской области вышел представитель и люди, которые были вокруг него, человек, может, там, ну, 5-6, может быть, 10, не знаю. Заявление мотивы не получали. В Северо-Казахстанской области, значит, там бывший наш коллега, он почему-то вот по поводу письма 138, там, о государственном языке очень сильно обиделся и не стал выяснять мою позицию, не стал звонить никому ничего. Вдруг написал такое письмо, в котором заявил, что казахи не должны забывать, что их, значит, там, кто-то там сделал людьми. В очень оскорбительной форме для меня, в том числе. Вот. И эта бодяга продолжалась некоторое время, и в итоге местный же филиал, значит, принял решение об исключении его из парка. Но вы как, постриняли это все, болезненно или... Да нет, нормально. Нормально. То есть вы привыкли к тому, что вас либо любят, либо ненавидят. Это и хорошо же. Очень плохо, когда человек, который занимается делом, вдруг к нему равнодушие. Вот это меня беспокоит. Когда меня ненавидят, я воспоминал нормально. У каждого человека есть право на свою точку зрения. Возможно, где-то я неправ. Кстати говоря, я не могу утверждать, что я... Но вы можете подойти и сказать, да, я был неправ. Да, почему нет? Но для этого надо меня в этом убедить. И для этого надо иметь аргументы. То есть от того, что просто кто-то там хочет сказать, что он лучше, чем я, он это должен доказать. Но вам не пришлось никого удерживать? Нет, а зачем? Понимаете, партия – это же не армия. Но количество очень важно для партии? У нас такой поток новых членов партии был, что мы до сих пор не успеваем оформить партийные билеты. Вот на очередном пленуме, кстати говоря, обсуждался вопрос, что до сих пор еще около 10 тысяч человек не получили партийные билеты. И это одна сторона вопроса. Другая сторона вопроса. Если человек ходит, партия – это что такое? Это объединение по убеждениям, не по деньгам. Что касается партийных убеждений, то если они у человека есть, он будет с ними. А мне кажется, что в партии всегда идут за лидером. То есть пришел человек, вот вы говорите, пришел Азат Перуашев, пришли более 30 тысяч предпринимателей крупного, среднего, малого бизнеса. А какие-то люди ушли, сказали, ушел Алихан Байменов? Ушли. Мне кажется, здесь личная харизма, вот именно лидер. То есть от лидера очень многое зависит. Здесь вот этот фактор, может быть, в отношении Алихана Байменова, может быть, это правда. Есть люди, которые его очень сильно уважают. Я, кстати, его тоже уважаю. И может, они из-за этого могут, может, какой-то такой деморизм может быть. Но люди, которые пришли бы, что пришел Азат Перуашев, я в этом сомневаюсь. По одной простой причине. Придя в Ахжол, я не заявил, что это будет мое МЧП или мое ТО. Просто мы обозначили, что эта партия будет заниматься защитой интересов предпринимателей. Будет заниматься формированием и выражением интересов национальной предпринимательской среды. И думаю, что здесь все-таки больше сыграли вот эти установки, эти ценностные ориентиры. Больше значения, чем Азат Перуашев или не Азат. Хорошо. Азат Рулбекович, скажите, вот как только вы стали депутатом Можилиса, вы переехали в Нурсаю? То есть в депутатский дом? Почему? Ну, у меня в Астане здесь живете. Да? А где вы живете? В Астане. Ну, то есть в доме, в квартире? В доме. В доме. Скажите, вот у вас есть бизнес какой-то крупный? Потому что я очень часто слышу, так же, как Оксана сказала, что вы олигарх, что вы очень богатый человек. Ну, я не очень богатый человек, но я не бедный человек. Бизнес, конечно, не есть, но как депутат я бизнесом не занимаюсь. А как вы заработали свой капитал? Потому что я изучаю вашу биографию, смотрела, что вот вы работали в администрации президента, у вас была гражданская партия. Не у меня была, это я был у гражданской партии. Ну, то есть я не вижу бизнеса. Казахстан, алюминий, вы были вице-президентом. Затем Атамикен, сейчас Ахжол. Я вот не могу понять, где вы там заработали деньги. Ну, вы понимаете, чтобы жить деньги все равно нужны. Поэтому зарабатываешь постоянно. А как вы зарабатываете? Сейчас я живу на депутатскую зарплату, чтобы сразу я вот эти вещи пресечь. Азатур Лубехович, но это же не большие деньги. Какие? Ну, депутатские деньги. Конечно, небольшие. Вот на чем вы ездите? На машине. На какой? Вы живете в доме. Сколько квадратов у вас дома? Вот, блин. Говорите правду. Я там, что-то в техпаспорте написано, наверное. Вот сколько? Ну, 300 квадратов, 400, 500? Ну, больше, наверное. Больше, да? Больше 500 квадратов, это очень прилично. Это уже особняк. Ну, это дом. Это дом, хорошо. Коттедж, давайте назовем коттедж. Хорошо, коттедж. А машина у вас какая? Я вот пытаюсь определиться, про которую машину вы спрашиваете. А, у вас несколько машин. У меня вообще ни одной машины нет. Ну, это всегда. Вот у нас народ приходит и никогда не признается. Ну, скажите, у вас же есть личная машина? Ну, хорошо, у вас машина с водителем есть. Не та, которая вам выделила партия, я знаю, что у депутатов есть какой-то лимит, да, вы используете. Я не использую. Не используете, ну, конечно. Но у вас наверняка есть машина, у вашей супруги есть машина. Есть, конечно. Какая? Вот хорошо, на какой машине ездит ваша супруга? Так, так, на Лангкрузере. Лангкрузере, 200, наверное. Нет, ну, Прада. Прада, да? 200 слишком такое, брутальное. Брутальное, но Прада, скорее всего, свежая. Ну, наверное, да. Ну, вот скажите, как вы зарабатываете? Просто интересно. Нормально зарабатываю. Ну, каким образом? Я все указал. Когда вы успеваете? Я все указал. Нет, я сейчас ничем не зарабатываю. Я сейчас получаю зарплату. Я, что необходимо, указал налоговую декларацию. В период работы гражданской партии, я вам напомню одну вещь. Гражданская партия на протяжении своего 10-летней почти истории участвовала в низких выборах и два же формировала депутатские фракции. Они раз 28 человек, другая 16 человек. Я не в первый, а в второй раз в парламент не пошел тогда, по собственным желаниям. У меня поэтому была возможность работать в партии и заниматься не только партией. А сейчас, то есть, вы работаете только в Мажелисе? Да. Ну, когда вы работали в Атамикене... В Мажелисе и в партии, скажем так. Разные. Есть и крупные, есть и средние, есть и малый бизнес тоже. Ну, наверняка, общаясь постоянно с бизнесменами, и вы занимались с ними бизнесом, это же такое дело. Ну, вот какая сфера бизнеса? Понимаете, вот то, что вы сейчас начинаете спрашивать, это не совсем правильно. Почему? Потому что бизнес, ну, он же очень сильно связан... С чем? Нет, ну вот у нас был фоторик, он сказал, у меня есть бизнес. Я рад за Лысого Борисовича, но дело в том, что есть выражение, деньги любят тишину. И любовь любит тишину. Да? Да. Есть такое выражение. Хорошо, тогда передавайте личную жизнь. Давайте про любовь. Давайте про любовь. Хорошо. Про личную жизнь. Так. А сколько лет вы живете со своей супругой? Ох, елки. Ну, учитывая, что вам 44 года. Достаточно давно, да. А за Трубевчу, вы сразу скажите, будете вы отвечать на личные вопросы Динары или нет? И все, и мы перейдем к другим вопросам. Я вот здесь как раз хотел бы, может быть, не отвечать на эти вопросы. Почему? Ну, потому что, вы поймите, это превращается в... Ну, Динара, если вы знаете, вот меня много раз приглашали на разные вот такие ток-шоу, которые сейчас в личной жизни. Я не считаю, что у меня есть право, значит, заниматься там рекламой, там, семейной жизни, там. У меня есть чем гордиться. Я горжусь своей семьей. Я люблю свою супругу, я люблю своих детей. У вас четверо детей. Я люблю свою маму, там, у меня, слава богу, и родственники, и друзья близкие есть. Но это мой личный мир. Есть люди, которые... Просто я хочу понять вас как человека, потому что я... Есть люди, которые приглашают телекамеры, там, значит, к себе домой, значит, показывают, как они живут, значит, какие у них там кошки, какие у них собаки, там. Я бы с удовольствием к вам пришла домой. Это все, как бы, замечательно, это все здорово, но мне кажется, что в таком случае это, как бы, переходит, ну, вот, личную территорию. Но вы же политик. И это нужно для людей, ну, которые, там, не знаю, там, артисты, там, которые хотят быть очень популярными, которые хотят быть очень, там, любыми, которые хотят, чтобы им там... Азатур Григорьевич, но вы же политик. Либо им, чтобы им завидовали. Я политик, поэтому... Поэтому вы же должны быть открытый во всем и всегда. Я открытый. Вы обо мне информацию можете накопать. Я вам тоже могу ответить. Вот сказали о любви. В моей жизни есть любовь. Большая, чистая, светлая любовь. Я вам даже одну вещь скажу. Как это сказано у Михаила Булгакова, мастера Елена Маргарита. Кто сказал, что нет на свете верной, вечной, большой любви? Да оторвут лгуну его гнусный язык. За мной, читатель, и я покажу вам такую любовь. В моей жизни я счастливый человек. Я живу с любимой женщиной. У меня растут мои любимые дети. Я занимаюсь тем делом, где я что-то понимаю, и я это дело... Ну, не скажу прям обожаю, да? Не скажу, что я прожить не могу. Но мне нравится это дело, потому что я реально приношу пользу людям. Этого для меня достаточно. Азатур Лубикович, давайте тогда вернемся опять к вашей работе и поговорим, может быть, о любви ваших избирателей к партии, общества, народа, да? Вы знаете, мой вопрос такой. Не боитесь ли вы того, что сейчас партию Акжол представляют в основном это бизнесмены, да? Что простой народ, он все-таки скажет. А, даже если это малый, средний бизнесмен, да, он все равно богаче, чем простой медицинский работник и учитель, да? Вы не боитесь того, что простые люди будут говорить, да, там же бизнесмена сытой голодного не поймет? Вот мы, вообще-то, понимаете, здесь столкновение двух мировоззрений. Один человек, знаете, как внучка декабриста говорит в 17-м году, вот, говорит, была революция, чтобы не было богатых. А модит поднимал, чтобы не было бедных. Вот если вы хотите, чтобы все были бедными, да, давайте проповедовать точку зрения бедных. Я хочу, чтобы в моей стране не было бедных. Я хочу, чтобы в моей стране каждый человек имел возможность состояться, заработать, получить адекватную зарплату. Что у нас, вы говорите о врачах, например, у них еще адекватная зарплата? Я, к сожалению, так не могу сказать. Мы говорим сегодня о минимальной зарплате, о социальных пособиях, о минимальных пенсиях. Можно прожить, когда у нас, значит, Министерство труда и соцзащиты или агентство по статистике заявляет, что минимальная зарплата 16 тысяч в деньге или минимальная пенсия. Можно 16 тысяч прожить в нашей стране? Я так не думаю. Так я хочу, чтобы была возможность людям заработать себя на жизнь. Тем, кто, у кого руки и ноги на месте, голова на месте. Людям, которые с ограниченной возможностью, чтобы государство помогало им реально жить и ходить с гордой поинтой головой. Я казахстанец, я живу на своей земле, это моя страна. И он должен это говорить гордо. Для этого надо условия создать. Государство не в состоянии всех взять на работу, всех обеспечить работу. Оно должно создать условия. Это что? У нас, посмотрите, что происходит в налоговой политике. У нас же налоги сводятся к одной цели – забрать деньги. Любыми путями. Хвалимся, что у нас низкая ставка налогов. При этом малейшая ошибка в отчетности – штраф. Малейшая просвращенность – штраф. Никакого ущерба бюджетного не оснано накажется, как у штрафа. Фактически, у нас налоги гораздо выше, чем декларироваться. Но вы же сейчас пришли в парламент. Вы как раз можете решить этот вопрос. Мы этим и занимаемся. Сейчас целый пакет вопросов по предложению по новому кодексу будет. Но вы имеете в виду, в парламенте нас 8 депутатов. Но неужели нуратановцы вас в этом не поддержат? У них же тоже есть братья, сестры, родственники, которые живут в ООО, которые хотят зарабатывать. А нуратановцы голосуют так, как предписана концепция правительства. Потому что это их правительство. И по нашему регламенту, если предложения депутатов противоречат концепции правительства, то они не принимаются и отклоняются. Понимаете, в чем проблема? Мы эту ситуацию хотим поменять. Сейчас это получается, поскольку мы партия парламентского меньшинства, парламентская позиция, конструктивная парламентская позиция, мы вынуждены считаться с этими реалиями и пытаться поменять их через изменение гламента. Еще один момент, на который сейчас Динара натолкнули, очень важный. Ведь в реальности мы, страна, очень сильно связана общественными узами. У каждого учителя, у каждого врача есть брат, сын, сват, куда, кьюбала, который что-то делает, магазинчик имеет, СТО держит, пытается что-то там строить, что-то там делать. Все мы повязаны этим малым и средним бизнесом. И вообще-то в нормальной стране, в нормальной экономике 70-80% рабочих мест, это именно места в малом и среднем бизнесе, не в государственных структурах. Но президент же тоже об этом всегда говорит. То, что у нас происходит сегодня, когда у нас везде проникает государство, у нас все самые большие доходы, самые высокие зарплаты, самые большие рабочие места или в нацкомпаниях, или в бюджете, это кривая экономика. Ее надо менять. Надо делать так, чтобы каждый занимался тем, что он хочет. И чтобы для него работа приносила удовольствие, чтобы он шел на работу с радостью. Для этого надо дать возможность людям открывать свое дело и делать свое дело. Чем отличается бизнес от политики или политика от бизнеса? Политика – это игра. И здесь очень многое зависит от текущего момента. А в нормальном бизнесе, не в кинальном, который был в эпоху первичного накопления капитала, но в бизнесе гораздо больше ценятся отношения долгосрочные, стабильные и доверие. В политике, к сожалению, иногда ситуация текущая значит больше. Я поэтому не хотел бы быть в этом плане политиком. Я хотел бы быть нормальным предпринимателем. Ну что ж, у нас сегодня в гостях был лидер партии Ахжол, который не считает себя политиком и хочет быть предпринимателем. Вы смотрели программу «Статус-кво». Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!